Оберегание языка от запретного Вот чему еще учит шайтан своих приспешников и к чему подстрекает их О шайтаны, наседайте на границе языка, ибо это самые уязвимые границы, ведь они ближе всего к царю Побуждайте его произносить слова, которые вредят ему и не приносят пользы И не позволяйте ему произносить то, в чем польза для него Будь то поминание Аллаха и спрашивание у него прощения, чтение его книги, благой совет его рабам или произнесение полезного знания С этим уязвимым местом связаны два важных действия, неважно какое из них вам удастся совершить Первое, произнесение ложного, произносящее ложное «брат вам» и один из величайших ваших воинов и помощников Второе, умалчивание истины Поистине замалчивающий истину, ваш немой собрат, тогда как первый, ваш говорящий собрат И второй собрат может оказаться для вас полезнее первого Разве не слышали вы слова увещевающего, произносящее ложное «говорящий шайтан» А замалчивающий истину немой шайтан Стерегите же его, не позволяйте ему произносить истину или воздерживаться от произнесения ложного Приукрашивайте для него произнесение ложного любым способом и предостерегайте его от произнесения истины любым способом И знайте, дети мои, что именно через язык я гублю потомков Адама и ввергаю их в огонь лицами вниз Сколько у меня убитых, пленников и раненых, которым я сумел подобраться именно через язык О шайтаны, я даю вам завет, запомните же его Пусть любой из вас говорит языком своего собрата из числа людей И пусть второй в это время будет у языка внимающего ему Дабы тот одобрил его слова, выразил восхищение ими и просил его повторить их Помогайте друг другу против людей всеми возможными способами И входите к ним через всякую дверь и устраивайте для них засады во всяком месте Разве не слышали вы клятву мою, когда я поклялся их Господу, сказав За то, что ты обольстил меня, я непременно устрою им засаду на твоем пути Стараясь отвратить их от веры А затем я буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева Внушая им отвращение к истине и приукрашивая им ложное Усиливая в них любовь к мирским благам и сомнения относительно мира вечного И ты не найдешь большинство из них благодарными тебе за твои милости Сура преграды, аяты 16, 17 Разве не видите вы, что я подстерегаю потомка Адама на всех его путях? Упуская его на одном пути, я непременно подстерегаю его на другом До тех пор, пока не получу от него то, чего добиваюсь Или хотя бы часть этого Их посланник предостерегал их от этого, говоря Поистине шайтан подстерегает потомка Адама на всех путях его Он подстерегает его на пути ислама и говорит ему Неужели ты примешь ислам и откажешься от своей религии и религии своих предков? Однако он поступает наперекор ему и принимает ислам Тогда он подстерегает его на пути переселения И говорит ему Неужели ты переселишься и покинешь родную землю и родное небо? Однако тот поступает наперекор ему и все-таки переселяется Тогда он подстерегает его на пути борьбы, на пути Аллаха и говорит Ты будешь биться? Возможно, ты будешь убит И твое имущество будет разделено, а жена твоя выйдет за другого Передали Аннасаи, Ахмад О шайтаны! Вот так же подстерегайте их на всяком пути блага Если кто-то из них захочет подать милостыню То подстерегайте его на пути милостыни и внушайте ему Неужели ты отдашь свои деньги и сам уподобишься этому просящему Сравняв свое положение с его? Разве не слышали вы слова, подсказанные мною одному человеку Когда другой просил его подать ему милостыню? Это наше имущество И если мы отдадим его вам, то сами уподобимся вам И подстерегайте его на пути хаджа и говорите Это трудный, внушающий страх путь Пускающийся в который рискует своей жизнью и имуществом Также подстерегайте его на всех путях блага Внушая ему отвращение к этому благу И пугая его трудностями и бедами В случае, если он решит последовать этим путем И подстерегайте их на пути ослушания И приукрашивайте его в глазах потомков Адама И в их сердцах И сделайте своими помощниками в этом женщин Через их двери и подбирайтесь к ним Ибо женщины прекрасные помощники для вас Стерегите также границы рук и ног И удерживайте их от совершения того, что причиняет вам вред Знайте, что лучшая помощь для вас В установлении контроля над этими границами Заключение союза с душой, побуждающей к скверному Помогайте ей, пользуйтесь ее помощью Обеспечивайте ее тем, в чем она нуждается И ищите поддержки у нее Ведите вместе с ней войну с душой успокоившейся И старайтесь сломить ее и лишить сил А единственный путь к этому Отрезать ей пропитание Когда она ослабевает Усиливается душа, побуждающая к скверному И помощники ее покоряются вам Они заставляют сердце спуститься из своей крепости Отстраняют его от власти И коронуют вместо него душу А душа повелевает лишь то, чего вы желаете И что угодно вам И она никогда не преподнесет вам то, что ненавистно вам При этом она не противоречит вам ни в чем из того, что вы велите ей Напротив, стоит вам отдать ей веление, как она спешит исполнить его Если почувствуете, что сердце собирается вернуть утраченные позиции И пожелаете обезопасить себя от этого То пожените его с душой, приукрасив ее И показав ему в самом прекрасном виде В котором только может предстать невеста перед женихом И скажите ему Вкуси сладость этого союза И насладись этой невестой Подобно тому, как вкусил ты горечь войны с ее ранениями и ударами Сравни же сладость этого мира с горечью этой войны И сложи оружие Эта война ведь продлится не один день Она будет продолжаться до самой смерти А у тебя не хватит сил постоянно воевать Призовите же на помощь, о дети мои, два войска, с которыми вы непобедимы Первое, войско беспечности Внушайте сердцам потомков Адама беспечность по отношению к Аллаху и к миру вечному всеми способами Ибо нет для вас лучшего пути к достижению цели, чем этот Ведь поистине, когда сердце беспечно в отношении Аллаха Вы без труда одолеете его и его помощников Второе войско, войско страстей Приукрашивайте же страсти для людских сердец и глаз Нападайте же на них с этими двумя войсками Ибо нет у вас лучших помощников против потомков Адама Используйте страсти, чтобы внушить им беспечность И используйте беспечность, чтобы усилить воздействие страстей на них Притягивайте беспечных друг к другу А затем используйте их против поминающего Аллаха Ибо поистине, одному не одолеть пятерых Двоих беспечных сопровождают их шайтаны И их становится четверо И им еще помогает шайтан поминающего Если увидите людей, которые собрались для совершения того, что причиняет вам вред Будь то поминание Аллаха Или напоминание о его велениях, запретах и религии И вы не можете заставить их разойтись То используйте против них приверженцев ложного из числа их соплеменников Приближайте их к поминающим И мешайте им посредством этих скверных людей Если говорить в общем, то готовьте для каждого дела то, что подходит для него И входите к каждому из потомков Адама через врата его желаний и страстей Помогите ему добиваться желаемого И становитесь его помощниками в этом Аллах повелел им проявлять терпение в борьбе с вами Стараться оказаться терпеливее вас И оберегать от вас границы Будьте же и вы терпеливыми Старайтесь оказаться терпеливее их И стерегите границы от всего, что вредит вам И приносит пользу людям И пользуйтесь возможностями навредить им, которые предоставляются вам Когда они следуют своим страстям Или охвачены гневом Ибо это наилучшие обстоятельства В которых вы можете поймать потомков Адама в свои сети И знайте, что есть среди них те, над кем страсть установила прочную власть Тогда, как власть гнева его слаба Против такого используйте страсть, но не используйте гнев И среди них есть такие, над кем гнев установил более прочную власть Против него используйте страсть и не оставляйте границу ее Потому что тот, кто не способен владеть собою в гневе, тем более не способен владеть собой, когда его искушают страсти Сочетайте же его гнев и страсть союзом и смешивайте их И призывайте его к страстям через врата гнева и к гневу через врата страстей И знайте, что нет у вас против потомков Адама оружия более действенного, чем эти два оружия Поистине, я вывел из рая их пращуров, Адама и Хавву, посредством страсти И посеял вражду между детьми их посредством гнева Из-за него были порваны родственные связи и пролита кровь И из-за него один из сыновей Адама убил брата своего И знайте, что гнев — это раскаленный уголек в сердце потомка Адама А страсть — пламя, вырывающееся из сердца его А пламя гасится водой, молитвой, поминанием Аллаха и произнесением такбира Остерегайтесь же предоставлять потомку Адама, охваченному гневом или страстью, возможность совершить малое омовение или молитву Потому что иначе они погасят в нем пламя гнева и страсти Их пророк сказал им Поистине вода тушит пламя Передал Абудаут И он велел им обращаться за помощью к терпению и молитве Мешайте же им поступать так И старайтесь сделать так, чтобы они забыли об этом И используйте против них страсти и гнев Ваше самое действенное оружие против них — беспечность и следование страстям А их самое действенное оружие против вас и самая неприступная крепость — поминание Аллаха и противостояние страстям Если увидите человека, поступающего наперекор страстям своим, то бегите от тени его и не приближайтесь к нему Таким образом, грехи и ослушание Аллаха — оружие и помощь, которые предоставляет раб Аллаха врагам своим, помогая им против себя же В результате они сражаются с ним его же оружием, и он сам помогает им в этом А это верх невежества И недаром сказано Неспособны враги причинить невежде больше вреда, чем сам он себе причинить способен порою Удивительно, что раб Аллаха порой прилагает усилия для того, чтобы унизить себя же Считая при этом, что таким образом он оказывает почет душе своей Он упорно лишает ее прекрасной доли и почета Считая при этом, что как раз о ее доле он и заботится Он старается унизить ее, лишить ее значимости, втоптать в грязь и при этом считает, что возвышает ее, превозносит и придает ей значимости Один из наших праведных предшественников говорил в своей проповеди Поистине бывает, что человек унижает душу свою, считая, что оказывает ей почет И лишает ее значимости, считая, что возвеличивает ее И преуменьшает ее, считая, что придает ей веса И бросает ее, считая, что соблюдает права ее Достаточно невежественен тот, кто помогает врагу своему против собственной души Причиняя ей своими действиями столько вреда, сколько не причиняет враг А Аллах тот, кого просят о помощи